Всем здарова, с вами Сергей Пушков. Сегодня я продолжаю проходить закрытый бета-тест игры Beholder 2. Мы остановились на том, что мы осматривали большую статую и мы на этом закончили. Так, давайте проверим задание. Письмо отца. Получить письмо от Хемница. Помните такого Хемница? Стрелочки показывают вправо. Так. Куда мы сейчас придём? О, мы дома. Мы дома. Что тут у нас есть? Телевизор есть даже. Холодильник, кухня есть. Шкаф, спальня. Всё на месте, да. У нас восклицательный знак. Надо заглянуть, посмотреть. Кто там? Кто там? Какой там чувак в костюме? Наверное, это Хемница. Здравствуйте. Это вообще какой-то Джеймс Каннингем. Я думал, это Хемниц. Эван, я так рад тебя видеть. Ты меня помнишь? Каннингем. Нет. Я не помню вас. Я давний друг твоего отца, Эван. Мы с ними работали бок о бок и дружили на протяжении многих лет. Я часто бывал у вас дома. Неужели не помнишь? Твоя мать пекла невероятные вкусные пироги... С чем? С Ревенем? Ну, пускай будет. Она умерла много лет назад. Я знаю, я был на её похоронах. А теперь на похоронах твоего отца тоже. Почему мне не сообщили? Почему лишили возможности попрощаться с ним? Боюсь, со смертью твоего отца всё не так просто, а потому кто-то на самом верху решил поскорее закрыть дело. Именно поэтому я пришёл к тебе. Нам нужно обсудить твою работу. Как твой первый рабочий день? Всё слишком быстро изменилось. Ещё неделю назад я планировал приехать к отцу в гости, познакомить его с семьёй, а опоздал даже на его похороны. Понимаю, Эван. Вы с ним так и не помирились. Не успели. Сожалею. Если бы я заранее знал, насколько всё секрёзно, то устроил бы это назначение гораздо раньше. Так это вы устроили этот перевод в министерство? Именно так. Но как ты догадываешься, сделал я это не за твои красивые глаза. Ты один? Где твоя семья? Всё хорошо. Они сейчас в рейдинге у родителей Мириа. Рейдинг? Не самое подходящее место для девушки с ребёнком. Там же сплошные угольные шахты да агрессивные работяги. Я сам это понимаю. Нужно поскорее подготовить квартиру для их приезда. Ладно, я готов ответить на все твои вопросы. Про квартиру. Что это за жильё? Обычная министерская квартира среднего класса. Я организовал её для тебя. О, спасибо. А что с имуществом моего отца? Имущество твоего отца адрестовано, пока идёт расследование. Знаешь, я бы на него не рассчитывал, Эван. И та квартира, где мы жили, пока мама была жива? Да, боюсь, у него уже заселились новые жильцы. Прости, что приходится поговорить об этом. Стервятники. Ты же аж эти сволочи взяли квартиру-то, забрали. Эта квартира принадлежит мне? Нет, Эван. Ты живёшь в ней, пока работаешь в министерстве. Ты обязан оплачивать все счета, иначе тебя выкинут, как собаку из конуры. Учитывая, что ты законно за... чего? Закон спирированный работник ОВР, придётся играть по правилам, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сегодня я оплачу твои счета, но с завтрашнего дня тебе придётся следить за этим самому. Ты же знаешь, какое суровое у нас министерство жилищного распределения. Даже маленький долг ведёт к аресту. Уважение к труду, к коллективной собственности и всё такое. Кроме того, в очереди на эту квартиру стоит 603 человека. В обед проверял. Ну, смотрите, мы заселились в той квартире, в которой захотелось заселиться 603 человека. Мы крутые. Почему я должен тут работать? Зачем вы перевели... Фу. Перевели меня сюда. Видишь ли, мне нужен в министерстве свой человек. Зачем? Если вы так легко можете выбить назначение туда, то у вас вполне хватает там своих людей. Мой отец разве не был своим? Во-первых, на пройти было как угодно, только нелегко. А во-вторых, мне нужен тот, кому я могу доверять. И для чего же? Я руковожу ведомством, которое занимается контролем органов власти. О. В. Р. Отдел внутренних расследований? Именно так. И моя главная цель выяснить, кто в верхних эшелонах власти служит на благо народа, а кто порочит имя вождя. Получить эту информацию можно только путём внедрения туда своего человека. Поэтому мне нужен ты. Медленно и верно, карабкаясь по служебной лестнице самого низа, ты выяснишь всю подноготную министерство. Спросить по смерти отца. Джеймс, у вас есть хоть какая-нибудь информация по смерти отца? Почти ничего нет. В этом каким-то образом замешаны начальники этажей. Это всё, что я знаю. Я не могу провести полноценное расследование. Но почему? Ведь расследование это то, чем занимаетесь вы и ваше ведомство. Эван, единственным моим человеком в министерстве был твой отец. Видимо, он нашёл какую-то очень важную информацию, и они его убрали. Если мы зайдём через парадную дверь, они просто спрячут все улики. Так что расследование внутри министерства и расследование смерти твоего отца – это одно и то же дело. Так, и тут нам предлагают предложить помощь или его критиковать. Но смотрите, нам надо узнать, почему отца убили. И так мы можем каких-то ещё начальников убрать со своего пути. Так что предлагаем помощь. Я хочу помочь вам. Рад это слышать. Ты найдёшь компромат на этих сволочей и выяснишь, кто виноват в смерти твоего отца, а я прослежу за тем, чтобы они понесли заслуженное наказание. С чего начать? Я не детектив, чтобы искать улики. Твоя главная задача – слушать, что они говорят, записывать всё, что… Прямо как в этом. Прямо как в Do Not Feed The Monkeys про «Не кормите обезьян». Помните эту игру я недавно заснимал? Там тоже надо всё записывать в блокнотик, слушать и посматривать. У тебя всё получится. Для начала возьмёмся за твоего непосредственного начальника Пита Фергюсона. Он жалкий тип, который любит только деньги, убедишься в этом сам. И помни, чем выше ты заберёшься, тем больше у тебя шансов изменить что-то. Воспользуйся этой возможностью. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Позвони, как только найдёшь информацию. Так, ну с виду он человек хороший. У нас тут главный в Министерстве расследований. Как там у него ОВР? Мы ему расскажем о Хемнице. Сегодня я меня... Ну, значит, сегодня меня встретил коллега Джордж Хемниц. Он рассказывал многое об ОЦе. Насколько я понял, они были ли близко знакомы? Мне знакомо это имя. Кажется, они вместе работали. Этот Хемниц сообщил тебе что-то ценное. Так, так, так. Ну, о проекте мы рассказывать ни в коем случае не будем. О письме расскажем, потому что это нас касается. Сказал, что отец передал ему письмо для меня. Это очень интересно, Эван. Что за письмо? Покажи. Хемнице принесёт его завтра. Сообщи мне, когда получишь. Это важно. И постарайся узнать его всё, что сможешь. Закончить разговор. До свидания. Вот это тут дела, мутки происходят в министерстве. И мы будем всё делать. Так. Давайте обыщем ящичек. Статья расходов, дата, оплате. Тут у нас счета. Телефон. Телефон. Давайте позвоним. А можно на shift бежать? Ну, очень медленно. Положить трубку. Нам не с кем говорить. Что у нас по телевизору? Чего? Ходячие борейцы и сериал. Целевая аудитория. Активные молодые люди. Сотрудники министерства. Старайся по вождю сериал. Целевая аудитория. Так. Ну, я бы сейчас не тратил бы часы и время на сериалы всякие. Но потом изучим. Давайте шкаф обыщем. Методы спасения госимущества. Новый навык. Взломы ригельных замков. Работа с терминалами. Новый навык. Взлом просто. Тут есть система навыков. Вот что нам надо. Вот что нам надо. Управление доходным домом в картинках. Новый навык. Скидка на аренду жилья. Так. Ну, смотрите. Мы получим от хемницы завтра. Так что давайте читать. Читать. И получим взломы ригельных замков. О, прочитано. Добавлен навык взломы ригельных замков. Четко. Это можно поспать. Спать мы пока не собираемся. А сериалы дают какой-то процент чего-то? Нет. Это просто развлекательный контент. Только он про мудрого вождя. Так что давайте еще что-то посмотрим. Почитаем. Купим книжку, наверное. Так, подождите. А это мы будем покупать. И будет по 3. Будет 450. Не очень сейчас тратить. Хочется. Денеги. Давайте еще просто на время посмотрим сериал. Может у него там, я не знаю, депутация будет увеличиваться за то, что он сериал смотрит. Посмотрел. Молодец. Чего сказать. Ну и сейчас бы я деньги не тратил. Деньги нам еще понадобятся. Так что давайте спать. Давайте спать. И вот мы пришли. Хемниц, ты где? Задание. Или он, или он принесет завтра ко мне домой? Значит надо домой сейчас выйти. Пошли домой. Мне нужно идти на работу. А, значит мы будем на работе искать. Так что погнали на работу. Давай, бегом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Всем подвинуться, я бегу. Я бегу. Бам-бам-бам. Я по ступенькам скачу. Ва-ба-ба-ба. Увижу охранника. Именно ломаю дверь ногой Получилась головой Вот такая песенка моя Еще охранников Здравствуйте Что? Поприветствовать Господин полицейский Сэр, дружище Ну дружище будет очень тупо Господин полицейский Будет тоже тупо Сэр, вы мне не поможете? Согласно уставу полицейской службы К сотруднику полиции на рабочем месте Необходимо обращаться К господин полицейский С ваш штраф 50 Что надо? Вот это, вот Оооо, господин полицейский Ах ты ж, господин полицейский Господин полицейский Разрешите к вам обратиться, что надо? Ах ты ж, господин полицейский Могу ли я Не могу я ничего загрузить Ай, господин полицейский Какой же ж вы Ай Взять вот так вот 50 вот этих монет потерять Быстро на лифт Не могу Потому что я работаю на первом этаже Вот так взяли и протупили Из-за господина полицейского Ну, как надо к людям обращаться Ко мне бы кто так обращался Это что, это Зигу показать? Не буду Что происходит? Что происходит? Алло, алло Что тут это? Давайте, я новая глава Министерства Повозглашайте меня А, сейчас будут сериал бесплатно Уважаемые сограждане Дорогие друзья Сегодня мы собрались все вместе Рука к руке Плечо к плечу И все ради особого случая Мы хотим наградить человека У нас огромная, уникальная И прекрасная страна Нас объединяет Общая забота и общая радость Объединяет давняя добрая традиция Награждать по заслугам в кругу друзей С надеждой на самое лучшее Вечер вашим коллеге Товарищи хемницы Браво, браво Главное, мы верим в себя В свои силы, в свою страну Мы работаем, работаем успешно И у нас многое получается Хотел бы искренне поблагодарить вас Дорогие друзья За победы и достижения За понимание и доверие За настоящую, сердечную заботу О нашем великом государстве Сегодня каждый из нас Сможет стать немного лучше Для этого просто нужно слю... Чего? А что его вешают? Для этого просто нужно с любовью и благодарностью Относиться к родителям Кружать вниманием и заботой своих детей Свою семью И уважать коллег по работе Беречь дружбу, защищать правду и справедливость Быть смилосердным, помогать тем, кто ждет... Это хемница сейчас повесит? Но главное, никогда нельзя предавать Дело нашей великой нации Ведь каждого ждет награды Соответственного деяния Слава великому государству Мира и процветания нашей общей Счастья вам и здоровья и благополучия Ура! Хемница повес... Хемница повесили... Хемница повесили... Оооо... В какой мы стране живем Че, реально хем... Хемница повесили... Хемница повесили... У меня на глазах Нужно спросить у кого-то что-нибудь Что-то... Что происходит Магда Ракович должна знать Вы, Магда Ракович Работник службы озеленения Я вас слушаю Меня зовут Эван Редгрейв Я здесь работаю Я тоже здесь работаю Слежу за растениями Вас зовут... И меня зовут, когда растения сохнут У вас что-то еще? Чем вы занимаетесь? Не думай, что растениям нужна такая забота На растения напали чертовы жуки Если их не собрать сейчас Через пару дней кусты превратятся в палки А у нас конкурс на лучшее озеленение этажа Два мешка уже набрал Они все кончаются Я вас слушаю Ага, это пошел закончить Блин Хемница повесили Госпож... Господины полицейские Блин, повесили Хемница Я думал, ему награду дали... Наградную... Ну, дали... Можно что-то поискать А ну-ка, что можно поискать? Или это он осматривает полчаса? Бутылка... 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 А, виски? Ну, я думаю, это будет на металлодетекторе Просвечиваться Там, наверное, в каждом кусте Лежат какие-то предметы Не, ну Хемница повесили Он нам всю первую серию... Не, с ними болтать не буду Где Магда Ракович? Свой, свой, свой... Слава мудрому вождю Хемница повесили Вот это да! А, это сядя на Марвис Поговорить о семье за 200 Не буду Не буду сейчас тратить Кто такая Магда Ракович? Ты, Магда Ракович? Ты, Питер Донг? Иди нафиг, Питер Донг Ты кто? Николас... Есть Николас Кейдж, а есть Николас Пейдж С ним можно торговать, но очень дорого с ним можно торговать Нет, подождите Это место работы Где у нас Магда Ракович? Ты, Магда Ракович? А чё ты? Ну ты точно не Магда Ракович? Отвали! Сам ты отвали, понял, не? Так, это я сейчас пришёл к Сикте Тарше А вот Молодой человек Тут очередь Встаньте в конец и ждите Встать в очередь Хорошо, я подожду Здравствуйте Чего Хемница повесили? Хемница казнили И ты пришёл сюда за тем, что рассказать мне, что все и так знают Вы единственное, кого я знаю во всём министерстве Всё, что тебе нужно знать, это кто твои начальники И где твоё рабочее место У меня от его смерти работы только прибавилось Откуда столько работы? Хемница мёртвая, значит, не может работать и должен быть уволен Перед увольнением по инструкции он должен был сдать гербовую печать Передать секретную документацию Расписаться в журнале по ведению инструктажа по технике безопасности Принести обходной лист с отметками из министерских библиотек о том, что он сдал все книги Но самое главное, он не сдал свой пропуск Все его вещи должны были остаться у службы безопасности И где к охраннику на проходной скажи, что тебя прислала я Он отдаст тебе пропуск к Хемнице Что тебе надо? Закончить разговор До свидания Так, поискать письмо в бюро находок и забрать пропуск из бюро находок А, значит, там все бюро находок у того господина полицейского Ух, а что бы случилось, если бы я ему сказал Дружище Он вообще меня бы избил тогда Ну взяли Хемница, повесили Это то, что из-за того, что я рассказал Про письмо? Да вряд ли Все тут действуют секретно Но если будет какой-то второй случай Когда я расскажу тому Каннингему О своих деяниях И мне потом станет плохо Значит, я ему доверять не буду И идет он лес И висит тут всем на обозрении Так, побежали Так Я свой, я свой Эх, господин полицейский Господин полицейский Разрешите к вам обратиться Что на... В бюро находок мне надо Алло А Тут хранятся вещи сотрудников Потерянные и изъятые На каком основании вы производите осмотр? Меня прислала Магда Ракович Я пришел за вещами Хемница Забирайте, что осталось Что осталось? Уже кто-то приходил за его вещами Коллега Порылся Забрал какое-то письмо И ушел Какой коллега? Не мое дело Опа Кто-то... Кто-то наше письмо стырил А че ты его пропустил тогда? Алло Пропуск Хемница Взять Отдать пропуск Расспросить коллег о письме А ну-ка Эх Сейчас я приду Я вас буду допрашивать с пристрастием Где письмо? Не, взял какой-то чувак И забрал письмо А я такой пришел На каких основаниях вы производите осмотр? Так хочется сказать Иди, ты знаешь куда, господин полицейский? Коллега приходил Кто из вас коллега Хемница? Ты? Ты? Кто из вас? Я же всех найду Вы? Вряд ли вы Свой, свой Кто это мог быть? Кто это мог быть? Надо всех допрашивать А ну-ка Ты не брала ничего из вещей Хемница? Нет Ну иди тогда Пирожки с лапшой А ты? Привет Ты еще кто такой? Я тебя раньше тут не видел Охрана посторонней в запах Полегче пасть Меня зовут Эван Редгриф Недавно устроился А слышал Что к нам устроился новенький Я Питер Донг Что тебе от меня надо? Ты ничего не брал из вещей Хемница? Нет Чего тебе? Бедняга Хемница Я только вчера с ним познакомился Тут такое Мне кажется он был хорошим Но он нарушил закон Да, я слышал До сих пор не понимаю Как я не разглядел в нем преступника? Как он всех перехитрил? В каком смысле? Он всегда казался вежливым Аккуратным Никогда ни с кем не ругался Ходил на все собрания Голосовал Как надо Хотя теперь понятно Почему он защищал меня от Леграна Почему? Чтобы втереться ко мне в доверие И узнать важные секреты А ты знаешь важные секреты? А это не твое дело Чего тебе? Так, пока Олег Расскажи пока Олег Магда Ракович Честно говоря Я ей немного завидую Завидишь чему? Она все время рядом с начальником Такое доверие Другие говорят, что она злая Тот, кто это говорит Летяне и бездаре Магда Это образец дисциплины Стойкости и преданности Всем бы у нее поучиться Назад Абц Ты знал моего отца? Нет, я только знаю Что с ним случилось Ты же наверняка знаешь Больше, расскажи В офисе просто умирают Нечего рассказывать Мы с ним не общались Ой, а то А то подумают Типа Это Он с ним не общался Плохой сын Нет Да? Расскажи мне про работу Это лучшее Здесь можно Это Плоусловия В общем зале По-моему Тут нет никаких условий Тебя никто не держит Занимаешь Сколько Устро Но можно хотя бы окна открыть Открывать окна в министерстве Запрещено Почему? Директива номер 9808 Во избежание выпадения Если бы твой отец Выполнял три войны Законно Он бы сих пор был Оставь моего отца Ты сам спросил Закон есть Иди ты знаешь куда Закончить Он не брал А ты Торговец великий Ты не брал Ничего из вещей Хемница? Нет Понятно Может поработаем? Давайте поработаем Это же все-таки Бехолдер Мы министерский работник Мы должны работу Выполнять План 0 из 3 Сегодня у нас Сегодня у нас Вторник 8 май Вторник 8 май 5 бланков Новая почта есть Место пьянки Торговые автоматы Это мы все читали 5 бланков Погнали Добрый день Я бы хотел Получить от министерства Порядка В личное пользование Плакат Самые разыскиваемые Преступники Нет Выберите Типо прощения Мне сейчас Ну смотри Она запрашивает Нет Она запрашивает Она информирует Она доносит Жалобы Посетитель Хочет реализовать Своё право На получение Можно вот так На получение Благ информации Или иных Ресурсов Министерства Указывает На несправедливость Указывает На несправедливость С указыванием Конкретных Виновных Лиц Принес Необходимо Для министерства И хочет Выразить Благодарность Нет Это запрос Это запрос Уйди Это запрос Что насчет Порядка Отвечает За все Что касается Нарушения Директив И закона Шпионат За угрожей Орочным граждан Нельзя Бить Или убивать Ворователь Так Может Это Патриотизм Отвечает За пропаганду Светлых Идей Мудрого Вождя О сохранении Образов Решает Вопросы Защищает Чувства Патриотов Регулирует Жизнь Граждан От рождения До смерти Ведомств Детские Сады Общественные Заведения Распределения Путевок Вот Нет Труда Отвечает За рабочую Реализацию Граждан Ведомств Направление На работу Защита Условия Труда Повышение Эффективности Мелкие Служебные Нарушения За организацию Общественных Мероприятий Образования Нет Отвечает За работу Новочных Центров Телепатриотизма Здравствуйте Я бы хотела Получить От министерства Порядка Все От министерства Порядка Так значит Мы ее отправляем Сегодня Вторник Вторник Можно В 101 Отправить Но вторник Нет Во вторник Нет 101 О 212 О 212 Работни Работает Печать О 3 из 3 Правильно Все Заработали 50 монет Заберите Заявление Далее Добрый день Я бы хотела Сообщить Что Бетонаукладчица Ванда Вандеркамп Откажется Принимать Участие В патриотической Демонстрации Потому что У нее дома Трое детей А ну ка Жалоба От Жалоба Факт нарушения Законов И вообще Принятых Новоповедения Без указания Виновного Так Нет Тут у нас Получается С указанием Конкретных Виновных Лиц Имя Фамилия Значит Это Донос Бетонаукладчица Отказывается Принимать Участие В патриотической Демонстрации Решает Вопрос Пагетационный Так Я бы хотел Сообщить Все Что касается Нарушения Директив И законов Воровать И причинять Иной вред Кроме Врагов Народа Ну Науки Труд Вот Или это Патриотизм Я бы хотел Сообщить Что бетонноукладчица Отказывается Принимать Участие В патриотической Демонстрации Ну Значит Значит Это В министерство Патриотизма Министерство Патриотизма Ну По логике По логике Отказывается Проявлять Патриотизм Значит Патриотизм Жалоба Без указания Виновных Лиц Имя И фамилии Да А так Это просто На несправедливость Да Это На несправедливость Значит Это Жалоба Жалоба Куда Жалоба В социальную Заботу Отвечает За Воспределение Путевок Хотя Нет А если Это Патриотизма Вопрос По геотационной Защищает Чувство Патриотов Труд Направление Защиту Защита Условий Труда Вот Руководство Рудома Запрещает Нам Надо Министерство Труда Или Хотя Митинги Это Патриотизм Так Отвечает За Организацию Ведомстве Направление На работу Защита Условий Труда Так Блин Я тут Даже Не знаю Социальные Заботы А можно Так Сохраниться Нельзя Я думал Можно Сохраниться Так Ну Министерство Социальной Заботы Или Патриотизма Но Это Митинг Митинг Значит Митинг Это Против Патриотизма Значит Это К нам В труда В труда Потому что Руководство Руководство Социальные Заботы Ведомстве Детские Сады Больницы Школы Другие Общественные Заведения Это Регулирует Жизнь Граждан Отвечает Запределение Нет Значит Это Министерство Труда Хотя Какого Труда Давайте Труд Если Будет Неправильно То Неправильно Ладно Так Значит Получается 467 Кабинет Работает Не Работает 606 Работает Кабинет Работает 606 Да Министерство Все-таки Патриотизма Но Ничего Бланк И кабинет Все правильно Добрый день Мы Работницы Швейной Фабрики Хотели бы Подарить Великому Вождю Новый Парадный Китель Но К сожалению Не знаем Его мерки Где Я могу Их Узнать Это Запрос Хочет Реализовать Своё Право На Получение Благ Информации Посетитель Принес Необходимые Сведения Информации Бумаги Или Хочет Выразить Благодарность Вот Смотрите Она Хочет Выразить Благодарность Подарите Ему Парадный Китель Но Она Не знает Мерки Это Информация Это Значит Посетитель Принес Информацию А Это Он Запрашивает Хоть Но Это Правда Посетитель Хочет Реализовать Своё Право На Получение Благ Информации Или Иных Ресурсов Давайте Запросы Мы Сделаем Потому Она Запрашивает Она Она Не знает Где Узнать Про Это Получается Культура И спорта Мероприятия В сфере Культуры Нет А где Можно Узнать Мерку Патриотизма За пропаганду Сохранения Образа Его Деалов Защищает Чувства Патриотов Наверное Патриотизм В порядок Нет Социальная Забота Нет Культура Наука Нет 279 Кабинет Когда Работает Во вторник Все правильно Все правильно Красавцы В кондитерской Принадлежащей Чарльзу Стоберту Вчера продавали Торты С лицом Мудрого вождя Это возмутительно Так Ну смотрите Тут Чарль Стоберту Значит Это донос С указанием Ими и фамилии Значит Ну это получается Патриотизм Потому что Смотри За пропаганду Светлых идей Мудрого вождя Хотя Это возмутительно Порядок Но это нарушение Директив Законов Это просто Возмутительно Это Как говорится Закона нет Но это Моральный закон Значит Ему Министерство Патриотизма Вот 645 кабинет Не работает 646 Работает Кабинет Все правильно Красавцы Далее Все Выходим Выходим Давайте Теперь Пораскрываем Задание И Возьмем И Этот И отчеты Возьмем А как А как Отчет Взять Или Мне не надо Было Сейчас Работать Ну чего тебе Можно Постучать А можно Зайти Такой Типа Тук Тук Пам Пам Можно У него Покопаться Но у нас Нет отчетов Значит Побежали Отдадим Пропуск Мадам Добрый день Привет Почему я тебя Раньше не видел Я недавно тут работаю Меня зовут Эван Эмма Хайзер Очень приятно Что случилось Ты не брала Ничего из вещей Хемница Нет Чего тебе Питер Донг Как ты относишься К Питеру Донгу Никак Просто коллега Чего тебе Про любимый сериал Страсти по вождю Привет Теперь мы можем Видно Посмотреть сериал И с ней Типа А помнишь Мы смотрели Третью серию И там Типа Он сказал Что он ее любит Что случилось Я не могу Говорить об этом Извинить Продолжить Расспросы Джордж мне помог В первый рабочий день Я просто сильно удивился Он вроде славный Малый был 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 Да сплыл Хорошим парням В наше время Везде тяжело К такому как Джордж и подавно Почему Он был слишком Правильный Любил жену Детей Всем помогал Мог денег Занять до получки Не лез в чужие дела Не строил козни Умел слушать К ним было спокойно Понимаешь Не совсем Ты мужчина Ты не поймешь Ты не поймешь А вот женщина Это чувствует Он просто был Хорош Не знаю Как вы это Объяснить У него были Проблемы в министерстве Такие проблемы Он всегда был Лучшим сотрудником Нам его в пример Ставили У него были враги На работе Удивительно Для нашего гадюшника Но нет Джордж умудрился Со всеми дружить Даже с Леграном Хотя он тот еще Засранец За что его наказали Я не до конца понимаю Вернее понимаю За то что ты сам слышал Но я не верю Но ведь Министерство не ошибается Выходит я плохо Разбираюсь в людях Ну Закончим разговор Все понятно с тобой Ты кто такой Легран Это типа Хулиган Местный такой Верзила Вы гляньте Кого Это к нам занесло А не как новенький Который построит Хемнис вчера Который покойный Хемнис вчера Сказал с собой По всему офису Глаза горят Грудь колесом Знаешь ли ты новенький Какой самый важный вопрос Решается в первые дни Твои работы в офисе И какой же Кто ты приятель Вомбад или Беруант Вомбад Или Беруант Че че Какие вомбады Какие Беруанги Ты че А это Беруанги Ты о чем ты Это же элементарный вопрос Приятель Ты толстая или безобидная Сумчатая Которая живет В норе Или опасные Агрессивные медведи Способные дать отпор Даже тигру Эх Ну и темные Живые народ Офисные чайники Никто из вас не был В остроении Или налази Тебе подальше В руках Донгой Он же Он же типо отсюда вышел А ну-ка А ну-ка Пам-пам-пам-пам-пам Пусто Облом Здесь пусто Здесь пусто Питер Питер где ты Хотя знаете Давайте отдадим пропуск И будем заканчивать На эту серию Так Открывается Дверца Встать в очередь Хорошо Я подожду Я принес пропуск Хемнице Давай его сюда Наконец Можно будет его уволить Хорошо Что он не был Должен книги В библиотеку У нас с этим Очень серьезно Теперь его Квота на повышение Освободилась Код на повышение Его должны были Перевести на Другой этаж Теперь это место Свободно Каждая собака Будет стараться Занять его Что еще Начальники О должности Сделать комплимент Магда Вы очаровательно Выглядите Приберегите Комплименты Для дурочек Вроде Ам и Хайзер На меня они не действуют Я не имел ввиду Ничего плохого Но ничего хорошего Из этого не выйдет Господин Фергюсон Наверное строгий начальник Я не обсуждаю Руководство с подчиненными Магда Вам нравится ваша должность Работа создана Для того чтобы Нравиться Чтобы ее делать И все-таки Я секретарь господин Фергюсон Вам не надо пояснить Для чего значит Эта должность И это от меня зависит Уйдете вы сейчас сами И вас выйдет охрана За то что вы отвлекаете Людей от работы Как вам погода Ведь метеорологи Предсказывали ясное небо Метеорологи Это научное обоснование Неверных прогнозов Вы не верите В прогноз погоды Прогноз это то что Вы ожидаете А погода то что вы получаете Не вижу смысла Тратить время На пустые ожидания Ну Все Вот тогда До свидания Зато смотрите Мы подняли денег Репутации Ладно-ладно Давайте сегодня Сделаем серию 40 минут Но все-таки Интересная игра Питер Друг мой У тебя все в порядке Выглядишь не очень Ты знаешь Никак не могу найти Свои таблетки Которые мне мама давала Ты болен? Глава просто Раскалывается Выразить сочувствие Бедолага Слышал что от боли Люди землю грызут Я бы тоже грыз Но тут везде гранит Чего тебе Закончить Воспользоваться тем Что Донг Принимает таблетки Эй ты Шутник великий Я разузнал слабости Можно позвонить Эй стопэ Чего тебе Так Воспользоваться тем Что Донг Принимает таблетки Ладно Это как-то тупо Давайте позвоним По телефону Анонимная служба доверия Приветствует вас Эван Редгрей Выберите цель обращения Подать заявку На повышение До права подачи На повышение Вам необходимо Набрать Сколько? 14 150 Репутации Сообщите нам Когда будете готовы Стать информацию Но есть информация Которую могу поделиться Это правильно выбрать Эван Вау Плюс 450 Взяли Доложили Вот Вот так мы можем Себе и на повышение Заработать Давайте на этом закончим Вот так Станем У своего рабочего места Жалко Он лицом не может стать Он может вот так головой крутить Давайте вот так Он более-менее К нам смотрит Ну а на этом Я думаю пора заканчивать С вами был Сергей Пушков Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Вступайте во все группы В социальных сетях И так же Подписывайтесь на Стим Куратор Сергей Пушков Будьте в курсе Игрового мира Ну а с вами был Сергей Пушков Всем Пока-пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok